В ГЦСИ отметят выставка «Столетие Баухауса», проект «Геометрия в культуре хахахевиков». К столетию Баухауса, который ГЦСИ сделал вместе Музеем ВВ, Маяковского и Венгерским культурным центром, Амаш, жест почтения, колыбели модернизма. Из колыбели Баухауса вышли кварталы жилья для рабочих Урала и городок Чекистов в Екатеринбурге, Белый город в Тель-Авиве, 1931-1937 годы, и Нью-Йоркский небоскрепс и Грембилдинг, 1958, дорогущий стеклянный дом, спроектированный Людвигом Мисс Ван-де-Роя, и концепцией Кео. Но, разумеется, не только они. Из колыбели Баухауса вышли и кварталы для рабочих Урала, и заокеанский небоскреп, и даже Икео. Фото Жанна Васильева, эрго неудивительно, что мир начал праздновать столетие Баухауса за годи. Уже в 2018-м стартовал международный проект «Баухаус и Магинистер», объединяя выставки по всему миру, от Берлина до Гуанчжоу, от Нью-Йорка до Сан-Паула, от Неттингема до Нью-Дили. Москва тоже участвовала в этой кругосветке. Осенью 2018-го Музей современного искусства «Гараж» показывал выставку школы в движении. Архитекторы-интернационалисты, где можно было увидеть архивы птенцов Баухауса, которые вслед за Хайнисом Майером, вторым директором Баухауса, приехали в СССР. Среди них были Филипп Тальцинер, который до конца жизни работал в Москве, и Конрад Пюшель, и Лотос Тамбези, первая женщина, обучавшаяся на отделении строительства Баухауса в Десаул. Лотос Тамбези, которая участвовала в проектировании рабочих кварталов Борский, под Оренбургом, в 1935 году переехала в Нидерланды. После войны она стала известна благодаря проектам реконструкции Роттердама. Были среди приехавших в СССР немецких архитекторов и те, чья жизнь оборвалась в ГУЛАГе. О них, например, вспомнили и рассказали в спецпроекте 4-й Уральской индустриальной Бернале Табу. Территория авангарда, Большой Урал, 2017. Баухаус не просто история стиля, который отличает функциональность, простые геометрические формы и основные цвета. Соединяя изящные искусства с прикладными, традиции ремесленников с промышленным производством, создатели Баухауса покушались на привычные социальные перегородки, разделяющие классы. Минус. В Москве открывается выставка, посвященная дружбе Вознесенского и Жеклин Кеннеди. Вальтер Грапюс, основатель школы, задавал очень простые вопросы, как мы хотим жить, в каких домах, в каких районах, и какой должна быть социальная структура, которая бы помогала людям жить комфортно. Речь шла о том, чтобы сделать доступным качественное жилье, мебель, вещи и одежду не только для буржуазии, но и для рабочих, их жен и детей. Архитектура, дизайн не только служит выражением амбиции элиты, она формирует структуру местного сообщества, шире социума. Как минимум, выводит спрятанную социальную структуру наружу. Делают ее очевидной. Нет, Вальтер Грапюс не был ни марксистом, ни утопистом. Он был архитектором-практиком. Нужно просто представить себе, чем была Германия образца 1919 года, только что ставшая республикой, переживавшая после Ноябрьской революции и поражения в Первой мировой гиперинфляцию и безработицу, выплачивавшей репарации победителям, чтобы понять, что создание Боухауса было актом удивительного мужества, здравого смысла и веры. Это была попытка опереться на то, что оставалось, на выживших людей, их ремесленные навыки, честный труд, самые простые материалы. Собственно, именно с работы в мастерских и начиналось обучение в Боухаусе. Потом изучение форм, цветов, воздействие их на человека. И только потом история искусств. Точнее, начал Вальтер Грапюс с того, с чего начинает каждый архитектор. Архитектору же нужно для начала понять, какое здание он строит. Мы хотим вместе придумывать и создавать новое здание будущего, где все сольются в едином образе. Архитектура, скульптура, живопись, здание, которое, подобно храмам, возносившимся в небо руками ремесленников, станет кристальным символом новой, грядущей веры, напишет он в своем манифесте. Задача выглядела не очень выполнимой. Мало того, что она отсылала к идеям «Джессам констверк», то есть такого всеобъемлющего произведения искусства, его еще нужно было создавать в беднейших районах. В их развитии искусство и технический прогресс должны были идти рука об руку. Чтобы перевернуть привычную систему образования вверх тормашками, решить почти невозможные задачи, нужны были люди, умеющие не только думать, но и видеть по-новому. И Вальтер Грапиус приглашает художников, не самых очевидных для архитектурной школы. Например, абстракциониста Василия Кандинского, или визионера Пауля Клея, или Оскара Шлемера, увлеченного танцами и хореографией, увы, его выставка, анонсированная ГМИИМ. А.С. Пушкина на эту осень, не состоится. И, конечно, конструктивиста Лас-Ламаха и Надя, Леонеля Файнингера и многих других. Космополитичность этой пестрой кампании мастеров, как и демократичность их устремлений, весьма раздражали национал-социалистов, которые называли Баухаус церковью марксистов. Уходя от прессинга нации, Баухаус вынужден был менять дислокацию, из Веймара в Дессау, оттуда в Берлин, пока в 1934 году школу не закрыли. Мастеры и ученики разъехались по миру. Нынешняя выставка в ГЦСИ фокусируется не столько на социальном проектировании Баухауса, сколько на синтезе искусств, поисках авангарда и производственного искусства, интернациональных связях школы. Минус. Будущих строителей начнут готовить уже со школы. Иначе говоря, нам рассказывают историю про человека, создающего мир, и про космос, в котором он живет. В такой трактовке искусство художников Баухауса восходит вовсе не к эпохе модерна, а к математическим открытиям древних. Тогда совершенно логичное соседство цитат из Авидия, но не хочу рассказать про тело, превращенные в формы, Пауля Клея. Свет — это место, где встречается наш мозг и Вселенная, и Александра Раченко — работа для жизни, а не для дворцов, храмов, кладбища и музеев. Этот космос, разверзающийся посреди обустройства дома и очага, создает ощущение ветра времени. Этот ветер жидковат, как поезд, наезжающий на камеру Дзиги Вертова, или как мужские черные котелки, летающие в полдень над кустами в фильме Ханса Рихтера «Предполуденный призрак», или как глаз, в котором трепещет бьется бабочка психея, в фильме Александру Метлянской маршрут. Этот ветер порой бодрит, как джаз, звучавший когда-то на крыше здания Баухауса в Десаул, как танец, оживший в анимации полука Марии Александровой. Упрянство жизни, продолжающийся поперек всего и вопреки всему, пульсирует в фильмах, проекциях и объектах, рисунках и детских кубиках поэта, фотомонтажах и музыке. Трепет жизни и терпеливый расчет, музыка, поэзия и труд не самая знакомая формула Баухауса, но для строительства дома будущего в самый раз. Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГ Культура Арт Архитектура выставки с Жанной Васильевой.